Благослови, Владыко! Бог благословит вас в чадо! Потрудится во славу православной веры в благовестии Евангелия Господа нашего Иисуса Христа на окраине нашей Российской империи, полуострове Аляска. Так, в 1793 году, по благословению митрополита Петербургского Гавриила, в России была образована духовная миссия для проповеди христианства и крещения язычников, жителей Аляски. И туда были отправлены 10 валаамских монахов, которые, прибыв на остров Кадьяк, проявили христианскую любовь и помощь местным жителям Алиутам. На скрижалях времен преславных Отпечатался навсегда Подвиг инаков православных Свет Христов, возжегших во льдах В самой северной русской миссии Десять прибыла чернецов, Их встречали стихи неистовье, Поставая на храбрецов. Крепко сжав в ледяных объятьях, Океан поглотил шестерых, Но продолжили подвиг собратьев, Те, что оставались в живых. Сколько лет на суровой Аляске Ежедневно молитву творят, Прожил герман монах Валаамский Пред людьми и пред Богом смирясь. Он традиции следуя древней Валаама привнес строгий дух, Сам вычитывая ежедневно Православный молитвенный круг. Измождая себя поклонами, Он молился и ночью, и днем, И природа преображенная С благодарностью помнит о нем. Алиуты стали свидетелями Подвижнических трудов отца Германа, Помощи больным и нуждающимся. Даже дикие животные, Чувствуя его благодатную силу, Селились возле его кельи На острове Еловом. Птицы, рыбы, медведи, тюлей, Небо себе рассказочный краски, Путь подвижника тяжек и крут, И суровые камни Аляски Помнят старца святого труд. Птицы, рыбы, медведи, тюлени, В день кончины его преблагой Поминают молитвенным пением Удивительный подвиг его. Взор подвижника мирен и ласков Зрит до самых сердечных глубин Он посланник земли Воламской, Он Руси православной сын. У чужого далекого берега Он обрел себе вечный приют. Все святые Руси и Америки В небесах ему славу поют. Преподобне, Отче наш Германе, Моли Бога о нас.